За минувшие годы Ново-Ивановская заметно преобразилась. Появились современные детские площадки и даже полноценный детский городок. Заниматься здесь могут не только малыши, но и юноши от 14 до 18 лет. Тренажеры накрыты специальными конструкциями, которые позволяют упражняться в любую погоду. Из того, что видели, оценка отлично. Действительно, продуманные правильно детские зоны, малые формы. Те городки, которые мы посмотрели, детские, они носят и развивающий характер, и можно отдыхать и взрослым, и детям. Андрей Иванов обсудил с местными властями и глобальный проект застройки Ново-Ивановского жильем и социальными объектами. В частности, для местных жителей планируют создать новый парк. По задумке он будет располагаться вдоль Минского шоссе на территории около трех гектаров. Основная проблема поселения Ново-Ивановска – это как раз отсутствие достаточного количества зон общественных, регуляционных зон. Потому что была в свое время массированная точная застройка, и мы здесь видим стесненность и зажатость. Большие изменения ждут и территорию Немчиновского лицея. Здесь можно возвести детский сад на 200 мест, а также школу для 600 детей. Появились вопросы и всплыли те проблемы, которые мы зафиксировали еще два года назад в паспорте проблем поселения. Это поликлиника, которой здесь нет, и нужно ее обязательно планировать и в генплане, которым мы сейчас занимаемся активно. Как обычно, глава района пообщался и с местными жителями. Он рассказал об уже решенных проблемах и разъяснил вектор дальнейшего развития поселения. Есть пожелание от самих жителей, помимо общего благоустройства территории, сохранить лыжероллерную трассу. Мы также во временении будущему инвестору эту позицию обозначили. Трасса должна не только сохраниться, но еще быть модернизирована и реконструирована, чтобы представляло собой современное спортивное покрытие. Пока что власти неотступно следуют дорожной карте, разработанной еще два года назад. Глава отметил, что необходимости вносить в нее коррективы до сих пор не возникло. Наиболее актуальным вопросом остается постройка поликлиники. Сейчас ожидается решение о начале ее строительства в рамках инвестиционного контракта. Если же что-то пойдет не так, строительство собираются осуществлять за счет районных средств. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Можно было перемещаться из-за дома.